Российская Федерация наладила регулярную поставку дронов-убийц иранского производства. Теперь государство-агрессор партиями и на регулярной основе получает те самые дроны-камикадзе. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Такая беспрецедентная поддержка страны-агрессора Ираном стала очевидна еще летом прошлого года, когда российский и чуть ли не единственный верный союзник впервые начал поставки ударных беспилотников местного производства. Задача была в принципе глобальная, это уничтожение всей энергетической инфраструктуры малозаметными этими дронами, которые не всегда есть возможность их определить, ну по крайней мере на первоначальном этапе, ну и достаточно дешевыми. То есть их стоимость там, ну копейки фактически, ну вот уничтожить там трансформаторную подстанцию и под силу. Очевидно, что именно на этих убийственных птиц российская федерация и делала основную ставку. Другой вопрос, сработала ли она? Ну буквально первые несколько атак, когда еще не знали, как с этим бороться, но после того, как были созданы мобильные группы, после того, как дополнительное вооружение было по Украине поставлено, конечно же с этим удается быстрее бороться, тем более, что есть уже опыт накопленный, есть решения, которые накоплены в украинской армии. И, соответственно, эффективность этих атак с каждым днем, ну все сложнее и сложнее ее реализовывалось. Оборонная промышленность России не может производить достаточное количество ракет, а имеющиеся в запасе уже исчерпываются. Поэтому иранские дроны-камикадзе и стали поступать на вооружение российской армии, и стали в каком-то смысле последней надеждой агрессора. В первом этапе, опять же, были атаки энергетическую инфраструктуру, им удавалось и в Одессе, и в Киеве, в принципе, нарушать работу энергосистемы, но потому что они поменяли тактику, они стали бить не по генерирующим мощностям, потому что они понимали, что, конечно же, по, например, по атомным электростанциям они бить не будут. Обстрелы украинских городов продолжаются, как при помощи ракет, так и тех самых шахедов, которые, безусловно, наносят колоссальный ущерб украинской инфраструктуре. Они били по распределительным станциям, которые как раз и обеспечивают доставку электроэнергии туда, куда нужно. И, соответственно, на первых этапах у них получалось. Но кроме этого, использование иранских дронов имеет еще одну цель. Видимо, все-таки меньше становится, они комплексно применяют. Там сначала какие-то отвлекающие шары летят, метеорологические в том числе, либо те, которые могут отвлечь ПВО, потом летят дроны, а потом могут лететь ракеты. То есть, учитывая их маленькую стоимость, это, в принципе, достаточно эффективное оружие, если оно все-таки долетает туда, куда нужно. Неудачи на поле боя вынуждают российских оккупантов повышать темпы ударом по целям по всей территории Украины. А проблемы внутри самой России вынуждают прибегать к более доступным методам борьбы. Ну, это все-таки легче купить дрон, который стоит 20 тысяч долларов, да? Либо там, ну хорошо, 30 тысяч долларов, чем делать ракетку, которая миллионы долларов стоит. И тем более, что сами дроны эти легче будут тоже производить, и не исключаю, что они могут наладить на территории Российской Федерации. Под прицелом вражеской армии, кроме объектов критической инфраструктуры, оказываются и гражданские дома, а также мирные жители Украины. Количество полученных Россией дронов камикадзе иранского производства постоянно возрастает. Лишь с начала марта Российская Федерация запустила по целям в Украине минимум 71 дрон типа «Шахет». Но помимо давнего российского друга Ирана, в сборке и изготовлении дронов могут быть задействованы и другие государства. Кроме этих дронов, они еще свои много производят. Там те же ланцеты баражирующие, боеприпасы, которые все-таки доставляют много проблем нашей армии и технике. А комплектующие, думаю, поставляют очень многие страны, в том числе Китай. К тому же Россия действительно и самостоятельно способна изготавливать уже известных птиц-убийц. Ну, я думаю, что дрон легче сделать из комплектующих. Вот посмотрите, вот я видел разбор того же дрона «Ланцет». Так он сделан из комплектующих, которые, в принципе, на открытом рынке продаются. То есть, вплоть до того, что, например, чипы используют из игрушек. То есть, их легче сделать, чем, например, реанимировать танк, броды. Ну, в принципе, я не вижу для них больших проблем их производить. На данный момент известно, что террористическое государство запускает ударные беспилотники из двух зон. На востоке из Краснодарского края Российской Федерации и на северо-востоке из Брянской области. Это позволяет России пытаться поражать широкий сектор Украины и уменьшать время полета до целей на севере нашей страны. Также с помощью шахедов враг пытается перегрузить противовоздушную оборону Украины.